Привет, друзья! Ставьте лайк и обязательно пишите комментарии. Игорь Дадон предложил заморозить тарифы и выдать 850 тысячам граждан по 2000 леев. А откуда взять деньги? Дадон указывает на валютные резервы в размере 3,9 миллиарда долларов. Молдова закупила ценных бумаг, выпущенных правительством штатов и других стран, более чем на 2 миллиарда. Ответная реакция политолога Виктора Жосу. Оно, конечно, хорошо бы, но вспомнился анекдот про ежедневный рацион слона в зоопарке. Съесть-то он съест, да кто же ему даст? Уж Игорь-то наш Николаевич прекрасно знает, что валютными резервами РМ распоряжается МВФ, который не то, что будет недоволен, просто даже слушать не станет никого из Кишинева. Ни тех, кто смотрит ему в рот и не на ходу бросается выполнять команды. Ни тех, кто недовольно бурчит, что им не позволяют начать распил этих самых валютных резервов. Но каков пафос. 30 лет мы откладывали на черный день. Да не вы откладывали, а вас Запад заставлял это делать, отбирая таким образом назад часть средству, которые он же выделял в форме кредитов. Это кроме процентов по этим кредитам, которые он отбирает на вполне законных основаниях. Короче, Дадон по-прежнему в родной для себя стихии популизма. Хоть бы раз, заявил открыто, Молдова никакое не суверенное государство, а заурядная третьесортная колония западного мира. Но разве дождешься от него правды? Все они могут только врать. Кто-то про европейскую интеграцию и про борьбу с коррупцией. Кто-то про валютные резервы и про планы спасения. В этом вранье вся суть молдавской политики. Также сегодня появилась информация о том, что Молдова Газ обратился за помощью к Газпрому. Об этом 18 января сообщил председатель правления Чебан. Компании назвали меры, которые хотят принять для оплаты поставок российского газа. Правление АО «Молдова Газ» обратится за поддержкой ко всем акционерам, в том числе и в ПАО «Газпром», с просьбой рассмотреть возможность отсрочки платежа или предоставления краткосрочного кредитования на сумму финансовых отклонений, заявил председатель правления «Молдова Газ» Вадим Чебан, передает ТАСС. В компании также предложили правительству страны рассмотреть возможность возврата компании налога на добавленную стоимость, что позволит выделить на оплату поставок как минимум 22 миллиона долларов. Кроме того, молдавский поставщик газа считает, что власти страны могли бы привлечь международные финансовые институты для погашения задолженности «Молдова Газа» перед основным промышленным потребителем. Ранее министр инфраструктуры и регионального развития «Молдовы Спыну» обратился к главе «Газпрома» Миллеру для помощи по оплате январских поставок топлива, которое республика может вновь просрочить из-за выросшей закупочной цены. По заявлению министра, по окончанию зимнего периода молдавская и российская газовые компании планируют обновить контракт, так как некоторые его условия устарели и не отвечают запросам рынка. Напомним, осенью 21-го Молдова заключила контракт с «Газпромом», благодаря которому сэкономила около 330 миллионов долларов за последние три месяца. Однако в первый же месяц после подписания молдавская сторона чуть не сорвала установленные договоренности, не заплатив в срок положенную сумму. Позже при содействии правительства парламент республики выделил компании 75 миллионов долларов, и «Молдова-Газ» погасил задолженность. В свою очередь, в «Газпроме» подчеркнули, что рассчитывают на абсолютное выполнение Молдовой своих обязательств по контракту в будущем и выплату текущих платежей в срок, поскольку контрактные обязательства надо выполнять. Счет за декабрьские поставки республика погасила. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ставьте лайк. Субтитры создавал DimaTorzok